Короче, делать было нечего. И придумал новый способ обработки почвы. Назвал его дискование фрезой. Короче, скорость я включаю и заднюю, поскольку тут пока не очень ровно. Можно и на первой. Приза на колесиках, на плавающем, сантиметров на десять. И еду в пол захвата. Вот, на первый раз довольно грубовато работает. То есть такие вот почки на второй раз уже намного лучше. Вот я начал отсюда где-то, по-моему. Вот, фрезерование на один раз, но много травы остается. И главное, что не ровно. Фреза поднимается, опускается. Все это происходит медленно. И накапывает он, как стиральная доска поля. Все в этих канавках. А тут получается совсем другое дело. Практически так. Он выглядит ровно. И более черное. Но я сколько видео не смотрел, по сути дискование почти всегда в два раза делают. Потому что за один раз он только на песке красиво работает. Но здесь была уже одна фрезеровка, поэтому достаточно мягко. И получается вот такая земля. Мне что-то даже так больше нравится. А тут вот еще грубовато. Но здесь как будто, в принципе, она и замедленная. Примерно так же траву оставляет. Только вот эти фракции, она более мелкая все-таки. Но вот выравнивается лучше, намного ровнее поля. Хоть то перепахивай. Ну потяжелее, конечно. Но было бы ровно. Тут видите, она еще скачет. То заглубляется, то выглубляется. Вообще отлично. Мне пока нравится. Посмотрим завтра, как травы поднимется. Но думаю, не больше, чем после фрезерования на замедленной. Следующий день. Смотрим результат вчерашних опытов. По-моему, отлично. Еще, с учетом того, что было пасмурно, вчера дождик был, трава еще не вся завяла. Так вот видно, что она как бы отрезанная. Ну, в общем, еще не засохла, не пожелтела. Вот, прошел здесь на второй раз тоже. Эти все убрал, хохолки. Ну, сколько-то она уберется, сколько-то останется. Ну, получше стало. Главное, поровнее. Все, конечно, все равно получше получается. Ну, вот вчерашнее здесь получается в один след, где я проехал, тоже трава еще почти вся зеленая. Вот уже два следа ее уже нету травы. Это потом еще раз проеду, так показать оставил. Вот тоже вчера в один след. То есть вот разница, да? Хорошо видно, что здесь, в принципе, почти все завяло уже. Она тут еще довольно крепко, вот не все подрезанная. Все закончил, как раз вовремя все обработал. И то, что два дня до этого работал, прошел на еще один след. Так что вот такой метод, посмотрим, сколько травы. Ну, думаю, не больше, чем после обычной дисковки. Там вот пары у нас дискуют в хозяйстве соседнем. Она вроде сначала черненького, примерно так же выглядит. А потом через несколько дней смотришь, там-там зазеленело, а сот подымается. Все равно диски срезают не все, особенно на малой глубине. Что-то просто присыпают. Думаю, будет не хуже дисков. По нагрузке не сказать, что больше, чем фрезерование. Она замедленная во всю ширину. Вот как в один след получается, все-таки еще много сена остается. То есть два следа лучше. Даже вот замедленная она не дает гарантию. И неровно, вот, не знаю, видно будет, как она все вот... Потому что фреза заползает, сползает, все это выкапывает землю из-под себя, потом падает туда. И получается она, как у себя, как стиральная доска. Но это ерунда, это в настоящий год. Спустя 4 дня, 6 августа сегодня, вечерок вот. Смотрим обработку. Здесь была у меня она замедленная, потом я этих залки после редуктора прошел на большой скорости. И кое-где вот видно, что они еще торчат. Тут вот еще неровно выдавала, была старая пахота здесь была. Но видно, что довольно чисто все. И сейчас пойдем, где я уже работал полноценно. Вот она здесь вот начинается. И вот, в принципе, ну, кое-где вот видно зелененькое. Но это единичное. Просто видно, какие-то кочки приросли. Басот может поднялся, потому что он довольно плохо вырезается. Но в целом, я считаю, отличный результат, при том, что довольно быстро все происходит. И ровно, даже вот так вот смотришь, все ровненько. Вот здесь вот. Все отлично, мне нравится. Хороший метод. Ну вот, видимо, в ямках где-то вот еще оставалось, не подрезанное. Так вот зелень видать немножко. Ну, а в целом, все отлично, я считаю. После дисковки она где-то так же поднимается потом. Так что вот такое получается у нас универсальное орудие фреза. Но на первый раз все равно придется на замедленные проходить, а потом уже смотреть, где какая почва здесь, и выкручивать хорошую. Это уже тут, уже в следующем году. Здесь, думаю, что простоит до общей вспашки. То есть после уборки, я думаю, продержится и не зарастет. Тем более сейчас жара по 30, будет стоять пару недель. Без осадков. И думаю, здесь все нормально протянет, чтобы не зарастет. А я приехал покосить.